И с этим мы переходим к следующему пункту. До сих пор во вступительной части, в самых общих чертах, мы говорили о том, что за пределами райского сада грешный человек мог соприкасаться со святым Богом исключительным посредством жертвы. Израиль отступал от Бога часто и многообразно. Например, на уровне царства. Для этого достаточно вспомнить Ахава и Изавель и каким царем был Ахав. Итак, Израиль пал на уровне царства. Не сохранили преданности и многие его пророки. Были, конечно, и такие, как Амос, но не стоит забывать, что ему противостоял Амасия. Иными словами, были такие пророки, которые противостояли пророкам Божиим, чьи пророчества записаны в Ветхом Завете, или кому эти тексты восходят. Неверность проявляли и священники. Об этом свидетельствует повествование из Первой книги царств. Илий и его сыновья. Иначе как мерзавцами их не назовешь. О Самуиле, конечно же, такого не скажешь. Однако, если сравнить Первую царств 2, где описываются Илий и его сыновья как священники, и Первую царств 8, повествующую о Самуиле и его сыновьях, то последние оказываются ничуть не лучше, чем сыновья Илия. Провал за провалом, выявляет история Израиля в ее пророческом толковании. При этом следует помнить, что Первое царство относится к ранним пророкам. Но, несмотря ни на что, в пророческом уповании еврейского народа перед нами предстает фигура таинственного раба Господня, который усматривает для людей и сам являет собой окончательную, определяющую жертву. В этом вопросе я снова обращусь к Чарльзу Скобби и его, скажем так, общим рассуждением по поводу раба Господня в своей книге «Пути нашего Бога». Девятая глава. Очень интересная. Фигура этого таинственного страждущего раба или слуги Господня упоминается в так называемой четвертой песне Исаии. Исаии 52.13-Исаии 53.12 Это исключительный отрывок, и позвольте мне вам его процитировать. Исаии 53.13 «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится, как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько был обезображен, паче всякого человека, лик его, и вид его, паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от него лице свое, он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. «Все мы блуждали, как овцы, мы совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца, введен он был на заклании, как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его, кто изъяснит, «Ибо он отторгнут от земли живых, за преступления народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. «Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников, сделался ходатаем». Разве это не великолепно? Здесь Скоби обращает наше внимание на заместительный характер жертвы этого раба. Стих 5. «За грехи наши, за беззакония наши, не за свои собственные, а за наши». Он приносит искупительную жертву, благодаря которой мы можем иметь мир, исцеление, целостность, возможность меняться, преображаться. И снова стих 5. Кроме того, жертва — это заместительное. Господь возложил на него грехи всех нас. Он понес на себе наши грехи, а не свои. Причем добровольно, жертвуя собой. Итак, это была добровольная жертва. Хотя в новом международном переводе он назван жертвой повинности, на самом деле, и мне кажется, что здесь английская стандартная версия, точнее, он стал жертвою за грех. Жертвою за грех. Его жертва очищает, избавляет от греха. Перихаматиас в английской стандартной версии, для тех, кому интересно. В других переводах эта идея выражена довольно расплывчато. Например, в новой переработанной стандартной версии Священного Писания. Но думаю, что все-таки жертва за грех — это лучший перевод. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Этот раб Господень понес на Себе наши грехи. К слову, в Ветхом Завете это единственное, о ком говорится, что Он понес на Себе человеческий грех. Причем не свой собственный, а других людей. Раб Господень — это не только жертва за грех, но еще и ходатай. Стих 12. Жертва, Искупитель, Агнец, Защитник, Заступник, Ходатай. Кто он? Остается тайной. На занятиях по Ветхому Завету вы еще будете рассматривать разного рода гипотезы. Этот слуга — Израиль, который несет на себе грехи народов, иносказательно. кто изумлен тем, что предстоит сделать Израилю. Или же раб Господень — это остаток, верный, преданный, праведный, страждущий остаток Иуды, на который с изумлением взирает Иуда. А может, это некий человек, некая личность. Вот такие спорные вопросы обсуждаются в рамках изучения Ветхого Завета. Еврейская учебная Библия, если обратиться к ней на минуту, описывает все три возможных варианта, совершенно исключая при этом Христа. Хотя, учитывая характер Библии, в этом нет ничего удивительного. Однако, как мы увидим далее, Новый Завет развивает все сомнения в вопросе о том, кто же он, раб Господень. А пока даже полное знакомство с Ветхим Заветом однозначного вывода сделать не позволяет. Друзья, вопросы по данному материалу у вас есть? Поскольку это, пожалуй, логическая граница между тематическими разделами, предваряющая переход к рассмотрению Нового Завета. Хорошо, тогда ненадолго прервемся, а затем перейдем к Новому Завету. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok